Друзья, вот этот корейский автомобиль взятый в аренду Алексеем. Так, за сколько вы его в аренду? 40 фунтов. Долларов? Фунтов. А, сейчас вы поймете почему. Значит, машину я ориентовал, чтобы приехать к Михаилу с утра. Сегодня суббота. С утра, субботы, воскресенье и в понедельник утром я должен буду отдать. В 10 утра это 40 фунтов. Это включая таксы, это включая иншуранс, это включая все, что можно. Со страховкой, все, так. Если что нужно потом будет сделать, это дополнить бак до полного. Ну, понятно. Ну, это плюс там еще 20 долларов. Не, ну бензин, потому что там есть. Да, бензин сколько есть, чтобы я еще. Значит, секрет, как взять это подешевле, я узнал у другого блогера. Так. Флорида, Ялта. Так. Она рассказала, как это сделать. Она недавно брала машину в аренду в Сан-Франциско. Да, возможно, она точно так же и делала. Так. То есть, для того, чтобы это сделать, нужно сойти на сайт, но... Expedia. Expedia. То есть, там, где вы работаете. Я даже думаю, что можно сдать это сделать на другом, попробовать это на любом другом сайте, где вы пользуетесь. Да. Потому что Expedia пользуется тоже Hotwire, это сервис, ну, сбор информации о рентах. В общем, вы должны зайти на этот сайт из-под британской версии сайта. Сделать это можно, если вы слистаете весь интерфейс вниз, scroll down, и вы увидите лист... Флажки там. Флажки, да. Вы должны будете тыкнуть на флажок. Вы, кстати, можете попробовать потыкать на другие флажки, может быть, это будет иметь смысл. Да. Но если вы тыкните на... На Union Jack. UK, да. UK, так. То вы увидите, что цены значительно ниже. Хорошо. Вот вы его взяли за 40 фунтов. Если бы вы брали его, как вы брали бы, ну, из Сан-Франциска? Я думаю, что это было бы 140 долларов, может быть, 130. Ну, подождите, а сколько сейчас у вас? В чем нынче фунт в долларах? 1,6 я думаю. 1,6. 1,6. То есть, это где-то в районе 65. То есть, вы существенно сэкономили? Я думаю, что в два раза. Вы знаете, что я вспоминаю? Когда мы только ехали сюда, вот летели на самолете, в 90-м году, была такая шутка. Говорит, какая связь, вот вы сейчас напомнили, между американским долларом, советским рублем и британским фунтом? Значит, говорит, а связь такая, говорит, что фунт рублей за один доллар. Да. Вот. Хорошо, значит, как важно до сих пор. Я машину очень часто ориентую, я пользуюсь всякими разными сервисами. Это очень важно, особенно для тех, кто сразу приезжает, потому что колеса нужны, что-то куда-то возить, смотреть квартиры. Подождите, но чтобы заказать, нужна кредитка, наверное? Нужна кредитная карта и местные права. Я знаю людей, которые ездят по российским правам, и у них не возникает с этим проблем. Эти сервисы, которые ориентуют машины, они тоже, бывает, находятся при аэропорте. То есть, когда вы прилетаете, вы, в принципе, можете сразу... То есть, может быть, мы могли бы на рубли ее взять, может, еще бы дешевле было. Вы не попробовали. Да. Ну, хорошо, друзья, вот такого стального коня взял на три, можно сказать, дня со страховкой Алексей за копейки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok